друзья привет пару дней до нового года сегодня забрал из сервиса свой штиль мс-180 не было времени ремонтировать самостоятельно да если честно я не люблю именно этот ремонт этот это замена масла насоса на штилях тут он немножко капризный и меняется он не очень удобно учитывая то что нужно все разобрать он еще и вытаскивается он там запрессовывается в общем приятного мало наш телек вернулся в строй будет работать у работали мы 40 литров топлива здесь здесь это вот на этом вот объекте лес мы только начали в него входить вчера поработали продуктивненько правда будем честными отнимает очень много сил и энергии работа с бензопилой работа в лесу поэтому решили мы в этом году максимально отказаться от погрузочных работ стараемся практически все отдавать самовывозом люди сами приезжают на машинах сами грузят когда человек грузит дрова один раз это не так тяжело когда человек грузит дрова днями течение недели-двух как у меня было вот уже понимаю что что даже по такому склону подняться тяжело вот сюда мы думали как машину загнать но поняли то что никак придется сюда привозить мотоблок с прицепом сейчас сделаем прицеп легкий и будем вот это дело вывозить кстати вот эти вот танкомеры тут у них диаметр где-то 25 сантиметров где-то 15-20 у основания три бака штеля либо коштеля у работал 180 по 180 что могу сказать и классно работать на валке на валке деревьев до 30 сантиметров во время валки знаете больше ходишь смотришь по сторонам смотришь наклон дерево распределяешь деревья какие куда будут падать поэтому удобно и таскать с собой 180 если цепь острая то проблем со спиливанием нет вот уже когда начинаешь работать на распиловки именно лежат вот эти хвосты бревна то 180 уже тяжеловато если по отдельности она какие-то там бревнышки тянет кажется то что даже бодро то если сразу несколько бревнышек перепиливать где-то они пачками лежат нахлёст там уже слышно то что 180 не вывозят уже и тяжело еще такой момент заметили то что если брать шину сантиметров 50 хотя бы брали 362 чемпион им крошили хвосты я взял завалил там десяток кусок ну как здесь лежат только их постарался кучно один к одному буквально завалить и пилил сразу дрова ветки не отсекал стараюсь пилить по вилкам что значит по вилкам мне тут один подписчик написал в комментариях то что вот я беру с собой топор топором расчищаю все все ветки потом распиливаю вот когда дерево идет растет у него есть вот такие вот ответвления вот здесь вот я старался пилить по вилке но немножечко промахнулся если бы отпилил чуть-чуть с краешку буквально на сантиметр рез бы пошел ровней у меня получился вы чистый пенечек ветка была бы отсечена и на стволах стараюсь принципе отпиливать так чтобы веток не оставалось то есть вот они идут бревнышки веток нет потому что ветки они отпилены они как раз на торцевых частях бревен остаются сейчас я вам покажу какой-нибудь прям яркий пример того как это дело выглядит сейчас найдем так вот ну здесь вот крошили чемпионом вот у кстати несколько слов лежит как раз прошили чемпионом и получилась следующая вещь ветки они порезаны но такие вот небольшие части то есть все покрошено ветки не мешают даже проезду трактора или это блока по итогу потому что они попили на мелкие куски ты режешь шина измельчает эти все веточки не скапливается вот такой вот чудо как после 180 а вот такой вот маленький маленький нас из веток образуется сейчас вот еще парочку выдачу отсюда вот ветки вот так вот крошатся получается идешь крош каждые 30 сантиметров и крона вместе с ветками крошится мне показалось очень удобно и что хорошо чемпионе то что им работаешь не им пофигу он там один два три ствола он не ощущает по поводу того как это по вилкам вот как то так то есть мы отпиливаем сразу там две три веточки сразу и ветки отсекаются и дрова пилятся вот для примера если бы я этот ствол пилил я бы вот здесь пилил здесь пилил здесь пилил то есть как раз по 30-35 сантиметров происходит распиловка и не надо отсекать большие части то есть как раз ровно он идет по веткам ветки отпиливаются и ствол крошится минимизируем количество лишних движений потому что тут важно очень важно экономить свое время время это одна из самых ценных единиц один самых ценных продуктов лесу что времени уходит очень много очень конечно если пилить себе то это не очень правильно так сделать вам сейчас комментариях напишут ты пробовал когда-нибудь колоть такие дрова пробовал много пробовал перекроют но здесь ты пилю тонкомеры в основном их целиком закидывают в печку может где-то ему не очень будет удобно в печку закидывать клиенту такие веточки из-за того что где-то что-то там торчит но это не особо большая проблема так что друзья до скорых встреч работаем дальше вот так выглядит сама вылаз мужики таскают бревна газельку пригнали 420 длина 190 ширина 4 кубования вмещается две тонны груза интересно как они будут выезжать сейчас посмотрим друзья мои всем привет сколько я занимаюсь ремонтом инструмента заготовка дров распилом с пилом и всем остальным постоянно вижу один и тот же везде вопрос какую пропорцию масло мешать сколько масла лить какой бензин будто бы нет на это ответа если вы зарабатываете денег много денег много зарабатываете на спиле есть такие люди специалисты арбористы люди которые приходят за пять минут зарабатывают сумму которую на дровах зарабатывают за день правда зарабатывают не всегда и не очень часто но это зависит от специфики место и специалиста не будем углубляться в подробности если вы работаете на дровах так же как мы сейчас либо много эксплуатируете двухтактный инструмент частности китайский я вам рекомендую брать вот такое вот масло масло это называется контри двухтактная здесь нарисована бензопила город пушкина гельфин